Наша школа всегда была и остается центром интересных событий. Каждую неделю ученическое самоуправление обсуждает различные идеи и придумывает способы, как разнообразить школьную жизнь. Уже второй год подряд в школе номер 225 проводится встреча с интересным человеком. В прошлом году гостем был Олег Владимирович Климанов. В этом году, в преддверии дня местного самоуправления, школу посетила заместитель главы города Сергей Александрович Воронянский. Особенностью этой встречи стало то, что она проходила между активистами и органами местного самоуправления города. Встречаться с органами власти стало уже такой доброй традицией. В том году к нам приходил глава города, в этом году заместитель главы. Дети могут напрямую пообщаться с людьми, которые стоят у власти в нашем городе. С одной стороны, они задают вопросы, как им самим оказаться у этой власти. С другой стороны, они учатся разговаривать, правильно задавать и формулировать вопросы. То есть это не только воспитательное мероприятие, но и образовательное. Ученическое самоуправление интересовало абсолютно все. Одной из тем, которые волновали учащихся, было развитие инфраструктуры города. По-солнечным в этом году не планируем пока глубоко работать. Единственное, что мы будем готовить в рамках 60-летия, ремонтировать асфальтное покрытие до молодежи. До молодежи и весь центральный, всю центральную пешеходную зону, до проспекта Мир. Мы по зоне отдыха солнечное несколько лет назад восстановили год в этой рекреационной зоне, где у нас березовая ночь, восстановили там все пешеходные связи. И сразу из запущенного места он превратился в любимое место отдыха. Сам вот жил не так давно на Восточном. Постоянно там уделяли и катались на Восточном. Очень оживленное место. В свободное время многие школьники посещают кружки и объединения Дворца творчества детей и молодежи. Активистов волновала судьба этого учреждения дополнительного образования, в котором уже давно не было ремонта. Я хожу в Дворец творчества детей и молодежи. И вот у меня такой вопрос. Планируется ли ремонт в Дом пионеров? Да. В этом году мы меняем витражи, поскольку там зал большой, достаточно холодный. Пока начнем с этого. Вообще это здание требует серьезного положения, серьезного вмешательства. В этом году начнем его делать и думаем, что каждый год понемножку мы будем заходить, какие-то вещи там делать. Как у нас есть, я говорю уже, по лекодружку, по лекосовременник. Такие же были планы. Мы в течение нескольких дней приводили все в порядок. В этом году начинаем заниматься новым пионерам. Начнем за ним витражение. Также активистам было интересно узнать о том, как проходит день Сергея Александровича. Что входит в его обязанности. А еще прозвучал вопрос об отношении власти к молодым специалистам. Работа в администрации, просто это на самом деле интересует, какая кадра политики ведется в администрации нашего города по отношению к молодым специалистам, которые буквально начали свой путь в данном направлении. Ну вот сегодня у нас день, так называемый день дублера. У меня началось тоже сообщение с молодым человеком, с дублером, который выполняет сегодня обязанности заместителя главы. Это нормальное отношение. Мы только поддерживаем. Если есть желание, если у человека есть желание работать, то, как говорится, уралкам, все. Другое дело, что общая тенденция к тому, чтобы у нас полномочий становилось все больше, а численности все меньше. Так называемая оптимизация. С другой стороны, работы хватает. Поэтому, если есть желание, получается образование, приходите, работайте на главный уровень. Самое главное, чтобы должны работать люди неравнодушные, люди, болеющие за то, что в городе происходит. Придя сюда не просто жить, а работать и погружаясь постоянно в городские проблемы, что такое еще? Это же не только вот работа, стройка какая-то, архитектура, городостроительство. Это каждый день нужно работать с людьми, слушать их, что они хотят, их жалобы, их чаяния и так далее. И нужно реагировать. Делать каждый день, нужно сделать хотя бы какую-нибудь мелочь, но чтобы людям стало лучше. Вот пожаловались люди, что прошел дождь, и уже стали перед подъездом. Вот, ну, решили вопрос, решили вопрос, убрали лужу, все, у людей уже совершенно другое отношение. Конечно, когда все хорошо, это наша специфика, то это не всегда замечается. Хорошо или хорошо, это так и должно быть. А когда плохо, это видно всем. Вот, поэтому работа администрации надо готовиться к тому, что будет очень много критики. У школьников нечасто появляется возможность пообщаться с органами власти нашего города. Такие встречи очень интересны для ребят. Они понимают, что несмотря на их юный возраст, их мнение будет услышано.